Привет, друзья! Начинаем ночной обзор, который у нас проходит по понедельникам вечером после рабочего дня. Мы смотрим работы художников известных и не очень крутых и разных-разных. Я выбираю то, что мне нравится, и мы вместе с вами обсуждаем это в чатике и буквально проходим, так сказать, проверку каждой работы на наши только нам известные критерии. И сегодня у нас будет замечательный художник, американский, наш современник Марк Теннент, который пишет акрилом и работает в технике современного такого экспресс-реализма, я бы так это сказал, и покажет нам, как, собственно, напечатать фотографию при помощи живописи. В общем, давайте смотреть работу художника и обсуждать. И, в общем, сразу предупреждаю, это очень все современно и, может быть, даже более плакатно, чем, скажем, это все классические живописи больше относятся. Но тем самым это, в общем, мне и нравится, потому что это все очень ярко, сочно, и я считываю те эмоции, которые, в общем-то, у меня рождаются, когда я вижу эти сюжеты. И, в общем, я это все, как такое впечатление, что видел и могу просто это, в общем-то, через себя пропустить. Он пишет акрилом и делает это очень так живо, и поэтому получается все очень ярко и пестро, так как здесь никакие тонкие оттенки не важны, поэтому в такой, в общем-то, технике акрил вполне годится, тем более, что он, в общем-то, хорошо быстро сохнет, и можно делать достаточно быстро это все и, по крайней мере, не тратить много времени на то, чтобы, например, слоем за слоем работать и ждать, пока высохнет. Это, собственно, первое и главное преимущество акрила, что он быстро сохнет. Ну, в общем, подтягивайтесь, пишите в чатике, ну, во-первых, то, что вы уже здесь есть, как меня слышно, как все видно, будем обсуждать по ходу движения работы, задавайте свои любые вопросы, пожелания и также свои, в общем-то, давайте оценки того, что мы видим, и, в общем-то, буквально я выбрал только несколько работ, буквально из огромного количества, и, в общем, давайте обсуждать, почему же так много работы у этого художника, и почему он, собственно, пишет и пишет акрилом, и на что больше похож этот стиль. В общем, привет-привет всем, кто зашел, давайте двигаться дальше, и, в общем, как я обещал, буду с точки зрения своего предстрастного взгляда рассматривать каждую работу. И первое то, что бросается мне, по крайней мере, в глаза, то, что сюжеты очень-очень, так скажем, живые и очень похожи на, как бы, выцепленные из реальной жизни моменты, которые как будто бы запечатленные на чем-то. Ну, и в данном случае это, скорее всего, запечатленные на смартфон или же на фотоаппарат моменты жизни, которые просто были потом воспроизведены уже в мастерской при помощи акрила. И это, конечно же, во-первых, первое то, что самое главное на это наталкивает, то, что очень сильно контрастный свет, и этот свет как от вспышки. Ну, то есть, это практически как вот мыльница, у которой встроена вспышка, и она очень близко находится к объективу, и дает такие жесткие тени. И вот мы вот здесь, на этой работе видим, что такой прям практически контурный уже абрис вокруг нашего героя. Это падающая тень, очень жесткая. Ну, и вообще, в принципе, прямая засветка в лоб дает такой характерный стиль, и мы просто уже видим, как репортажную съемку. Даже не то, что репортажную, а как просто снятую где-то в каком-то месте, просто вот как буквально вот мы если достаем телефон, и хоп, сфотографировали, вообще даже не готовясь. И как у нас герой попал, так, в общем-то, он в кадре и остался. И вот здесь мы прям видим, как человек, который и так еще закомпонован, причем у меня не влезло сверху, чтобы чуть-чуть покрупнее. Очень много у него вертикальных форматов, и поэтому, чтобы было покрупнее видно, я немножко сверху зарезал. Но, в общем-то, это так закомпонованно, как бывает, когда фотографируют, не особо запариваясь о композиции. Ну, то есть, много сверху места, такая пустота прям над головой, в общем, характерная. Это вот прям такая вот уже наводочка на то, что это все-таки используется у нас фотоматериал. Ну, опять же, это не значит, что это должен быть смартфон или же просто мыльница. Это может быть и, в общем-то, какая угодно, и профессиональная камера со вспышкой, что, в общем-то, наводит на мысль, что здесь вот тень немножко такая, в общем, далеко она от нашего героя, немножко в бок она уходит. Так что, может быть, и вспышка, которая находится чуть-чуть дальше, чем у обычной мыльницы или у телефона. То есть, это может быть просто вот такой вот кадр, который живой. Но обязательно со вспышкой он дает именно ощущение вот этого такого нам привычного уже кадра, который делается в жизни. Да, передана атмосфера – это именно самая та вот эта атмосфера реальности, которую дают нам уже фотографии настоящие, которые мы видели. Мы привыкли уже к этому стилю фотографий, поэтому здесь это живопись, которая выполнила просто такой техники. И, опять же, много работ, которые просто сфотографированы, вообще никак не обработаны. И вот тут и засветка, в общем-то, мне кажется, и работа сфотографирована тоже со вспышкой. Вон там засвет такой посередине. И не обрезаны края. В общем, такой немножко небрежный, немножко такая поливайка. То, что снимаем всё подряд. И такую показываем нам жизнь, в общем-то, абсолютно молодую. Хотя чел, в общем, не такой уж и молодой. И, скорее всего, то, что он сейчас современно это всё написал, это было в его и, собственно, и в моей молодости, в 90-х годах, когда это было актуально. И этот стиль, в общем, он был первичен. А сейчас это уже мода на те года. И, в общем, вот, например, вот это селфи, это, в общем, такой сюжет, который абсолютно современный. Ну, тоже это всё узнаваемо, всё мы знаем, как это всё происходит. Но здесь вот прямой свет, который сверху, это, я бы сказал, не очень такая попсовая вещь. Это более академичный такой подход, когда сверху очень контрастно рисует освещение и какие глубокие тени, как они внутри прописаны. Это, в принципе, всё можно сказать, что это 100% живописи. Никакого тут нету, ну, такого, скажем, поверхностного просто перерисования с фоток, как мы любим с вами это дело обсуждать и смотреть. А не срисовал ли художник здесь с фотографией? Ну, вот, на самом деле, даже если срисовал, то сделал это технично, что мне вдвойне приятно. И поэтому, в общем, конечно же, это может висеть и в галерее, и, в общем-то, и на стенке в какой-нибудь модненькой современной квартирке. Но у него не очень большие размеры. Но, тем не менее, всё равно это всё-таки такой моден арт. И вот тут, конечно, всё решает то, что это сделано очень-очень экспрессивно, при этом достаточно реалистично. Ну, и вот эти сюжеты, они иногда, в общем, не сразу считываются, потому что это не такие, как бы, коммерческие работы, как иллюстрации, где должно быть всё однозначно, если это сделано, например, для какого-то, например, проекта рекламного. Там, конечно же, такого нельзя допустить, чтобы где-то какие-то пятна, игра вот этих теней, где-то смазалась, коленка порвалась, видно там коленку почему-то вниз ушло, там что-то чёрненькое пятно. Это вот здесь можно себе позволить. А на самом деле, там, где коммерция, там будут вопросы у арт-директора, который будет у вас принимать ваши иллюстрации. Но, тем не менее, здесь очень всё живо, очень узнаваемо, ну, то есть, опять же, из жизни, да, какие-то постоянные какие-то тусовки, пати. Ну, это такой рейв, в общем-то, масло, рейв, фото со вспышкой всё перемешалось. И вот здесь тоже вот такая вот сценка, там какие-то девчули, там, с друг с другом, там, о чём-то говорят, в общем, уткнулись друг в друга. И, в общем, такая вот какая-то очень атмосферная, получается, картинка. А здесь вообще в общаге просто беснуются девицы в белых носочках. Ну, это всё дело в Америке происходит. Но иногда просто я забываю даже, что это Америка, это всё очень узнаваемо. И, в общем, поведение людей и атмосфера очень клёво. Здесь прям графично, очень всё чётенько сделано по массам, по пятнам. Никаких лиц тут он, в принципе, не пишет. И мы не дождёмся здесь глаз, носов. И, в общем, как и в прошлый раз, и позапрошлый мы рассматривали работы художников. Вот Кейси Бо, который, в общем-то, в гиперреализм ушёл. Здесь никакого гиперреализма нет, но это всё точно так же взято из жизни. Ну, вот девчонка подпрыгнула, классно закомпонована. Здесь уже такая работа, которая вот уже не просто так поливайка фотография и зарисовка просто так у себя где-то там на краю листа в скетчбуке. В общем, это всё достаточно чётенько. Ну, вот здесь уже чувствуется Америка, прям такая вот с таким вот освещением. Ну, такая вот мозаичная живопись из кусочков состоящей. Мне кажется, что это всё можно было делать и диджитально. Мы вполне можем и вот то, что мы сейчас начали на планшетах про креатив, творить и делать иллюстрации и персонажей. И вот буквально будем через день делать зарисовки предметов на предметном разговоре. Будем это всё делать диджитально и использовать вот эти приёмчики, такие вот, которые, в общем, оживляют и делают что из иллюстрации диджитальные, что и масляные, и акриловые живописи. Это можно, в принципе, и акварелью всё такое же примерно, ну, в общем-то, симулировать. Хотя акварель, она сама растекается по себе, она по сути вся такая из приёмчиков состоит. Ну, в общем, на самом деле то, что это акрил или могло бы быть масло, или же это могло бы быть диджитально, мне кажется, совершенно не важно. И тут просто эта мозаика, состоящая из пятен, создаёт настроение. И тут уже нравится вам, не нравится, как вы относитесь к ситуации, как вы вот к Ford Focus относитесь, который даже без каких-то либо деталей и так, в принципе, узнаётся. А его я не могу не узнать, потому что я проработал несколько лет в рекламе на Ford Focus. И сам лично запускал, я не знаю, почему я здесь об этом говорю, но вот мы Ford увидели. Я запускал Ford Focus 2. Собственно, мы участвовали в компании продвижения в России. И ролик, который мы сделали, он ушёл в Испанию. И, в общем, там он крутился уже на своём местном языке. Ролик, который мы снимали. Вот это, в общем-то, что мы можем из этой картины подчеркнуть, что здесь есть Ford Focus, но первый ещё. Да, лица передаются и, в общем-то, они здесь не проработаны. И как раз здесь абсолютно не нужно, эти детали в лицах, они здесь просто не нужны. Здесь всё на эмоциях. Ну, собственно, любая более-менее такая портретная работа, где мы видим персонажей, где есть какие-то детали. Ну, например, каблучок прописан, подошва, да, там голень. И, кстати, всё с анатомией нормальной, с пропорциями. Ну, благодаря, конечно же, мы знаем, каким предметам, так сказать, техническим, вернее, не предметам, а устройствам. Но, тем не менее, всё это передано таким образом, что это живо. И мне нравится, ну, за исключением, а может быть, это и специально так, что, ну, например, поверхность пола сделана абсолютно не в перспективе, как говорится, не в плоскости, а просто так размазана. Может быть, это в этом есть такой кайф. И, может быть, даже и специально как-то это нужно делать, потому что это есть такая вот история с нарушением каких-то, вроде бы, правильностей. И делаются они совсем неправильно. Хотя всё вроде бы чётенько, всё понятно, но вдруг, хоп, и плоскость разнарушается. Ну, так же, как и непрописанная ножка стола, это не потому, что времени не хватило, а потому что ровно тут художник у нас уже, видимо, решил, что нужно остановиться. И я предполагаю, что он сказал, а ладно, отлично, и так сойдёт. А, так сойдёт. И всё, и повесил на стену в какой-нибудь галерее. Вот вам фотографии, которые обычно у меня так получается, когда я камеру вынимаю и, например, откуда-нибудь нечаянно нажимаю, и получается такая вот, так сказать, экспозиция, на которой частичка жизни. В общем, это, в принципе, такое можно себе представить, когда мы где-то там находимся, где-то глянули таким взглядом беглым и запомнили какой-то сюжет, а потом поднапряглись, вспомнили и не написали. Ну, здесь просто это вот сфоткали и потом воспроизвели при помощи материала. Так что это на самом деле очень приятно и полезно бывает пофоткать везде всё подряд, а потом выбрать интересное и сделать это в материале. Ну, здесь, конечно, уже композиция, здесь прям уже есть какой-то сюжетик, как вот эти студенточки сидят, как вот они располагаются вот под, собственно, таким вот, такой вот сюжет, он как бы такой вот молодости, свежести и какая-то вот сдержанность. Ну, даже, может быть, здесь какая-то непорочность это всё такое закручивается, такой розовый свет, такие оттенки, все такие персиковые. Ну, в общем, клёво. Конечно же, это работа и с цветом, и с композицией, ну и сюжет тут есть. Мне, в общем-то, очень нравится коленочка у левого по кадру героя. Коленочка не в том плане, как вы подумали, а в том, что там блик расположен на выступающей поверхности, и на самом деле, если этот блик убрать, будет плоская коленка. А с этим бликом это не плоская коленка, что мы, собственно, и в Procreate, например, сейчас буквально практикуем, и кажется, что вроде бы мазнули, так себе, ещё чуть-чуть мазнули, но более выпукло, ну так себе. А теперь ставим, собственно, обозначаем выпуклость формы, и ничего себе, какая проработанная коленочка. И вот мы здесь это и видим. Мне это нравится, мы этим пользуемся, и будем дальше этим пользоваться. А это вообще, в принципе, это вот, на самом деле, вы спросите, а что это вот за такой вот цвета хаки, телогрейка практически, какого-то дембеля, рука, которую держат тоже в каком-то, в Адидасо-подобном, в общем-то, одеянии персонаж. На самом деле, это девочка в синей вот этой вот Адидасо-ской курточке. И то, что цвета хаки, защитного цвета курточки, там тоже девочка. И это нужно знать, потому что работ-то много, и я этих героев встречал не один раз. И, в общем-то, это практически как и серия. Поэтому вот это как будто крупный план. Ну, а на самом деле, это и был крупный план. Просто так вот сфотографировано, снято. Ну, вот прям очень узнаваемый сюжет на фотографиях, которые поливаются где-то с какой-то туси, тусы, тусе, как принято говорить, у этой, в общем-то, категории отдыхающих. Это мне очень нравится из-за того, что здесь лаконично. Это к вопросу то, что эти лица не прописаны. Они здесь должны дорисовываться нашими мозгами, если это нужно. Если не нужно, то, в общем-то, мы акцент берём только на настроение. А настроение, если оно у вас уже появилось, то, значит, хорошо. Если вы смотрите и думаете, ну, что-то это какие-то пятна, что-то смазанное, и, в общем-то, нечего рассматривать. Ну, значит, так к тому и быть, и нужно перелистнуть, потому что здесь уже копаться не в чем. Как легли мазочки? Это должно волновать. Ну, меня, например, они волнуют. Это так же, как волнует, когда я, например, какое-нибудь черничное варенье наливаю в, например, какую-нибудь кашку. Ну, подставьте любую, там, вашу любимую кашку, там, пшенную или манную. И вот, когда я наливаю, оно там разливается, и получаются такие вот всякие перелипчики. Вот это и есть живопись, которая мне очень нравится. И, собственно, в живописи точно так же, когда я пользуюсь красками, я, в общем-то, доставляю себе удовольствие, вот именно миксуя, где-то там создавая вот эти подтёки или какие-то смеши. Поэтому, когда я работаю, смотрю художника, точно так же я смотрю, «О, как клёвое черничное варенье разлилось по кашке». И мне прям нравится. Либо смотрю, типа, мазня, но не та мазня, которая мне нравится. Спасибо, спасибо. Извините, пожалуйста, я следующий пройду о работе. Вот так вот это всё и работает. Короче, если мазня доставляет, хорошо, значит, вам это понравилось. Но, конечно же, я никак не дойду до сюжетов, мне очень хочется. Может быть, всё-таки на планшетной графике мы это всё-таки осилим, и будем не только персонаж делать, а какую-то уже более такую сложную ситуационную какую-то композицию. Может быть, мы будем творить и замахнёмся на сюжетики, в которых, в общем, может быть, даже важен только, ну, в общем, когда девушка делает селфи. Вот я вот от таких вот, в общем-то, дохожу, несложных сюжетов. Вот девушка делает селфи. У меня есть такие работы, но это очень такой легко узнаваемый, но всё-таки сюжет. Вот здесь есть какая-то уже там, ну, история, как они там, о чём-то. Это там надо знать, конечно же, если мы, это знакомые наши, или какая-то тусовка, то, конечно, это имеет значение. А так, если со стороны просто там наверняка какая-то шла, ну, какой-то прикол, где-то чего-то там, о чём-то, даже не важно говорить именно, что там происходит. Но мы узнаём вот это вот движение, как она треплет её за подбородок, вот так они сидят, такие подружки, и то, что это всё вот именно сейчас происходит. У меня это просто срабатывает ностальгия под тем, ну, это такая условная ностальгия, ностальгия по-хорошему из 90-х, когда это, в принципе, все вот эти девчули в костюмах спортивных с двумя полосками, это была немножко другая, в общем-то, тема. И сейчас это просто такая романтика, которую никто уже не знает. Это было буквально, наверное, ну, не то, что поколение, а два поколения назад. Вот в 90-х, просто там была моя молодость, и вот эти сюжеты с девчулями, с хвостами в адидасовских костюмчиках немножко, в общем, другое значило. Короче, клёво, когда мы даже этот сюжет вообще никак не считываем, и никакого там нету, кроме как, что в руке чупа-чупс. Вот, кстати, обратите внимание, что это за девочка. Вот она и есть, оказывается, которая у нас там была на предыдущих работах. И вот, опять же, здесь проработаны какие-то детали, ну, например, пальчики проработаны, но они проработаны ровно настолько, чтобы просто, ну, как бы угадывалось и считывалось. Ну, не знаю, мне даже кажется, что можно было ещё даже поживее. Ну, это не то, что там, типа, лучше бы это было сделать, поживее. Ну, мне кажется, ни хуже бы не было, и я бы всё равно бы считал, мне всё равно бы понравилось. Хотя, вот опять же, лично мне мазюка слева, сверху по кадру на фоне, меня она вот не доставляет. Это никакое не черничное варенье на пшёной каше. Кстати, какую вы кашу любите, пшёную или манную? Напишите, будет интересно. Я люблю пшёную, но манную тоже люблю. Блин, не получается выбрать, но вот здесь вот это коричневое на заднем плане меня не очень впечатляет, оно мне не доставляет. Хотя вот так, на самом деле, вот то, что я смотрю на цвет, я иногда говорю вот так, запах, когда я смотрю на цвет, у меня есть запах. Здесь вот запах какого-то такого английского клуба, ну, или же просто какого-то места, которое немножко такое пыльное, мокрое, немножко такое душное, пропотевшее, и вот пахнет чем-то таким вот. Примерно в таких вот местах проходят, не только у нас в советское время дискотеки проходили, они бывают в таких злачных местах, такие рейвы проходят вообще где угодно. И вот, может быть, это как раз и передают. Поэтому, что хотел сказать этим художникам, ровно то, что он, в общем-то, изобразил. Если я это считал, то клёво, но мне этот запах не очень нравится, который мне тут художник подсунул. Так, манная топчик, уважаю, да. Я даже, в общем-то, люблю манную кашу за то, что она похожа на пирожное, а некоторые пирожные, они как манная каша, в общем, вот такая смешная вещь. Ну, просто не испортили, видимо, меня в детстве кашей манной. Но пшённая, она вкуснее, она такая, особенно такая с крупинками, и цвет у неё прикольный. То есть, её если писать, то можно сделать её такой фактурной. А манная каша, это такой цвет залитый, просто буквально как-то очень лисировочный. Это такая манная каша, жиденькая. Ну, это если жиденькая. Ну, а если манная каша не жидкая, она невкусная. Ладно, в общем, переходим к фонам, которые локальные, и это всё превращается в графику, от которой у меня вот происходят, ну, какие-то у меня такие ощущения чисто тактильные. Ну, вот когда мы видим лимон, у нас слюни текут. Когда мы видим, я не знаю, что ещё, то нам у нас, понятно, что мы видим, у нас появляется настроение и мотивация к жизни. Да, это вот у мальчиков, у девочек, например, когда они видят драгоценности. Вот, например, они могут их, в общем-то, спокойно к ним относиться, но если они увидят какую-то драгоценность, возникает какая-то эмоция внутри. А после этой эмоции какая-то либо мотивация, либо ещё что-то. Ну, в общем, в данном случае, вот с точки зрения живописи, когда смотрю работы, которые сделаны вот так вот быстренько, легко и непринуждённо, до такой степени, что даже ещё один герой просто не дорисован справа по кадру, там ещё должен был один быть персонаж, но на него забили. И он у нас не сложился. И с абсолютно локальным, локальный, абсолютно такой чистый фон, графичный, что мне вообще, в принципе, нравится. И много таких вещей, которые просто не доделаны. Вот там у среднего персонажа, который посерединке стоит, у него нога слева по кадру, там пересекается другой ногой и не дорисована. Это настолько неважно, так же, как и туфли не дорисованы у этой девчули. В общем, если это working progress, то тогда не о чём говорить, но если это завершённая работа, то, блин, мне нравится. Я вот такую вешаю себя на стену и прям вдохновляюсь. Потому что мне, например, было бы как-то так стрёмно бросить это на полпути и не доделать. Я бы как-то вот имел бы немножко такой вот комплекс бы на этот счёт. А его иметь комплекс здесь нельзя, если, например, ты себе что-то представляешь и понимаешь в своей силе, что можешь и так, и сяк, то уже, в конце концов, дорисовывать носики и просто там туфли в каком-то смысле и даже персонажей, в общем-то, можно. Мне очень нравится левый герой по кадру, вот рыжая вот эта девчуля, где смазанное лицо и там вот, в общем, что-то всё угадывается, ровно то, что нужно. Это не так просто сделать. Это кажется, что типа давайте сейчас мы будем уже вот начнём скорую живопись, и у нас будет мазня. Вот мы сейчас будем направо или лево там мазать. Ничего подобного. Это будет мазня. А здесь мазня, которая вкусная, которая доставляет. Мазня, мазни, рознь. Так что котлеты отдельно, мухи отдельно, но свет, который может быть и не от вспышки, вот он здесь у нас просто присутствует. Ну, это такое естественное. Я думаю, что это всё-таки от солнышка, вряд ли от луны, но тем не менее, как с анатомией всего хорошего у человека, даже если это всё при помощи, опять же, спецтехнических средств, но в любом случае, когда кладутся мазки, когда даже делаются какие-то подтёки и смазанности, это и есть как раз знание анатомии. Здесь она нужна, чтобы именно в нужное место их класть. Потому что это всё всегда выдаёт. И как выглядят руки, как выглядят туловище, вот торсы, это прям мои боди-модули там прям читаются. Ну, то есть они, конечно, не мои, к нему никакого отношения не имеют. Он свои имеет боди-модули в голове, как, собственно, и все художники, которые изучали анатомию. Просто в нашем случае зрители мы не видим никаких ни боди-модулей, ни просто какой-то анатомии костей. Мы видим просто, о, настоящее человеческое лицо. Даже несмотря на то, что так заламываются ноги снизу, они просто там жутко переломаны, потому что туда тень падает от решётки. Ну, так это же и фишка такая была. Ему и понравилось, что там всё это перемешивается. И, в общем, там сидушка такая вот с этими тоже полосочками. Это всё очень здорово. И ещё у меня тут такая мысль, что это всё-таки немножко такая, ну, опять же, это американская тема, немножко пенапистая культура здесь прослеживается. Тоже с таким прямым освещением, графичным, скорее всего. Но подсвечена, подхайлайчена коленочка. На пузике есть хайлайт, ну, то есть там блечок есть. И всё выглядит, я бы сказал, по-коммерчески. Ну, то есть эти работы продаются, значит, они коммерческие, значит, и, в общем-то, можно сказать, что всё сделано выразительно. Ну, вот на лице там нету каких-то прямых бликов, но бытбородок, верхняя губа и лоб подсвечены. Что нужно нам для жизни? Ну, то есть для обывателя, для хорошего человека, для простого, в хорошем смысле слова, человека нужно только, чтобы угадывалось лицо и намёки. Никаких ресничек здесь не потребовалось, хотя глазки уже и носик тут проработаны. Ну, в общем, да, по-разному. Вот тут, кстати, больше детализации. И вот на стаканчике очень хорошо засвечивается вспышечка наша, которая всё это сфотографирована, как из жизни это всё вырвано. Ну, в общем, мне нравится это вне ситуации. Это придумано из головы. Хотя не то, чтобы многие или же некоторые. Есть художники, которые делают это всё из головы, потому что уже столько всего уже переделали, что они могут также симулировать ситуацию, которой не было в жизни. Опираясь на референсы, и я постоянно пытаюсь, ну, себя, по крайней мере, заставляю использовать референс только лишь как информацию. Ну, то есть я видел чекулю с такими волосами, вот такая вот она румяная и такая засаленная после рейва, слегка не в себе, и с такими вот кроссовками, скажем, сникерсами, и вот какой-то принт у неё в чёрная футболка. Я это запомнил, мне это понравилось. И придумал, что она будет сидеть в такой позе. И хоп-хоп-хоп, посмотрел референсы, как это выглядит, как, ну, по анатомии это понятно, оно везде всегда, там, будем модули, везде всегда нам помогут сделать любую позу, в общем-то. И теперь только нужно придать вот то чувство вот этого героя, которого я хотел, и сделать такие вот волосы, такую вот кожу, так она бликует, вот такой принт, ну, и всё, и вот, и успех. Просто это гораздо сложнее, нежели чем просто увидеть что-то и уже работать с референсы, который вот у нас уже готов. Это, собственно, чаще так оно бывает. Ну, в любом случае, такие вот ситуации, они постоянно возникают, и если мы их фиксируем у себя в памяти, то мы их можем вполне воспроизвести. Вот такие вот вещи, я думаю, что может справиться практически каждый. Ну, представив себе человека, который на заборе, если посмотреть на референсы, ну, там, буквально в интернете, человек перелезает через забор, посмотреть, подсмотреть, и опять же от себя, из головы нарисовать, опираясь на информацию. Здесь решёточка прописана прям аккуратненько, и, ну, вы знаете ситуацию, что акрилом можно писать как чёрный по белому, как белый по чёрному, это всё не имеет никакого значения, всё равно это будет всё очень контрастно выразительно, ничего не смешивается, через минуту-две это всё высыхает, можно работать слой на слой, за это очень любят все акрил, за что я его не очень люблю, потому что он высыхает, и невозможно ему мазнёй работать, надо мгновенно всё это делать, но вот вы видите, что мазня всё равно получается, но в данном случае посмотрите и скажите, как написана проволока, не проволока, ну вот эта решётка, она написана белой краской по чёрному фону, или же чёрной краской по белому фону, и вот напишите в комментарии свои предположения. Ну, а, собственно, мы пойдём дальше, и будем смотреть, опять же, сильно залитые светом, вспышки и с ракурса, что буквально с пола, снизу, я просто помню это всё, и именно как раз это было в 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда просто у меня уже, по-моему, был, ну, смартфон я точно не думаю, что у меня не был, но мыльница у меня была со вспышкой, и я всё время, вспышка внутри встроенная, она позволяла снимать практически в любом помещении, и не париться о том, что получится, не получится, и, в общем, а, я даже помню, это даже не была не моя мыльница, это была мыльница с работы, где мы, в общем, занимались выставками, и там была у нас уже мыльница нашего генерального директора, она прям была, в общем-то, такая крутая вещь по тем временам, и, в общем, я её юзал, брал, и где-то там шлялся, и фотографировал так вот, делая какие-то вот попытки, просто такие сложные ракурсы найти, и в то время все болели японским дизайном, и вот такие вот, с таких ракурсов, ну, то есть, идёшь и руку так держишь, как где-то там снизу, и так нажимаешь, и что там получилось, ты увидишь только потом, когда смотришь, а это уже была цифровая мыльница, то есть можно было, насколько я помню, а может быть и не цифровая, может быть и плёночная, но это не суть важная, просто это делалось так, что потом можно было посмотреть только, и уже, может быть, даже как-то там доработать на компьютере, уже что-то там доделать, закадрировать, ну, в общем, смысл такой, что творчество на уровне вот этой фотографии, ну, конечно же, здесь всё соединено, так, ну, собственно, вот ещё сюжетик, очень такой, я бы сказал, такой смешной, она как на печке сидит, кажется, да, ну, на самом деле, тоже в общаге, все такие ситуации, но она на холодильнике сидит, и тоже, в общем-то, это выглядит так, как в любой общаге всё это происходит, только дело происходит в Америке, а для меня это чёткий линк, я такую примерно же ситуацию переживал, когда мы были в Австрии, тоже это было в 90-х годах, и там мы жили просто в одном доме, ну, это такой, в общем, многосемейный дом, и просто мы жили вместе с какими-то француженками, ну, мы были все молодые, и они просто жили вместе, и, ну, такая тусовка у них была, они вдвоём, они всё время приходили с Рэйвой и выпивали всё молоко, которое там было всегда, всё подчистую, и там как-то было, по-моему, общий какой-то холодильник, в общем, и я примерно так их и запомнил, вот они так и выглядели, вот, опять же, у каждого, может быть, свои какие-то воспоминания, они ложатся на то, что нам Марк, в общем-то, подсунул, вот так это всё работает. Да, давайте посмотрим, какие у нас тут есть варианты, так, показать, застали врасплох, по ощущениям, чёрный по белому, чёрный по белому, правильно, в общем-то, ну, насколько я там посмотрел, может быть, это, конечно, не столько важно, именно в акриле, но если бы это было бы маслица, то чёрным по белому, и, скорее всего, даже не то, что просто сначала мы белый нарисовали, а потом чёрный, или даже не то, что там холст, например, белого цвета изначально, так вот, типа, по умолчанию белого цвета, и чёрным проще прорисовать, а потому что, когда мы видим белый объект, например, белые тонкие объекты, на чёрном фоне, то если они нарисованы кисточкой, то они выглядят очень по-чудовищному, непрофессионально, даже если это профи будет делать, ну, и профи не станет так просто делать, ну, либо он сделает так хитро, что у вас будет всё клёвенько. Ну, в общем, короче говоря, если надо нарисовать белую проволоку, или, там, белую сеточку, то нужно нарисовать её чёрным, как бы обводя вот эти, все эти беленькие штучки. Вот это такой лайфхак, который нужно знать, да, и, в общем-то, это никакой не расплох, застал я, а на самом деле это просто приём, которым мы очень часто пользуемся. Ну, собственно, сюжеты, именно и по композиции, ну, то есть не то, что она сейчас там собирается прыгнуть откуда-то, она, скорее всего, не так высоко, но, тем не менее, белая стена, колонна, или, там, угол какой-то, и вот она стоит на, в общем-то, на этом парапете, если вы в Питере на поребрике, там, не знаю, как это называется, но в любом случае, это такой, в общем-то, сюжет, что неустойчивая композиция, и в этом, в общем-то, есть и сюжет. Но у неё чёрный верх, белый низ, и у неё такая, в общем-то, изогнутая фигура, что вот это всё вместе, ну, это тоже часть композиции, вот это всё создаёт то впечатление, которое вот у меня в мозгах происходит, и я бы вот эту картину бы у себя повесил где-нибудь на каком-нибудь месте, не на центральном, ну, вот так вот мимо проходя, она прям радует глаз. Вообще, в принципе, также точно радует глаза и работы фотохудожников, которые делают фотографии. Ну, просто вовремя, в нужном месте, правильно сделанная фотоэкспозиция, ну, не менее ценно, и поэтому они, в принципе, иногда и продаются. В общем, в любом случае, если представить себе, что детали не нужны, но нужно изобразить какой-то либо предмет, либо героя, который достаточно хрупкий и весь такой тоненький, то это вот можно делать легко, вот именно тоже такой вот манерой, такой живой, и опять же, не прокрашивая, например, фон, что мне это очень нравится. Хотя, в принципе, я не уверен, что это как бы фон грунта, может быть, и там был какой-то первый слой, ну, это может быть какой-то серый. А вообще, многие даже по грунту делают подмалевок, просто буквально за 5-10 минут просто можно пройтись каким-то тоном и создать уже себе настрой. Ну, то есть, это будет не по белому, а уже там по серому или там по бежевому. Практически все делают подмалевки, и эти подмалевки акриловые, они высыхают через 2-3 минуты. Ну, по сути дела, через минуту, но через 2-3 минуты можно сверху писать уже хоть маслом, хоть чем угодно. Опять же, в такси, ну, только ленивый не делал такие вот фоточки. Ну, а так как это все у нас немножко угарное дело, молодости пока мама, папа не видят и не знают, в общем, хочется скрыться от камеры, и, в общем, это делать всегда нужно как-то очень так элегантненько. То есть, ну, как будто бы прикрываясь, и как будто бы не просто я прикрываюсь, а как бы вот кракозябра такая, вот кокетство такое. Ну, в общем, понятно, что это все очень хорошо считывается, и мне кажется, сложно это придумать из головы, хотя я это не знаю, я предполагаю, поэтому вряд ли я когда-нибудь увижусь с Марком, и он мне скажет, ну, ничего себе, ты сказал, что я это все срисовал. Нет, я это все придумал. Может быть, это и так. Ну, не так страшно, если даже это, в общем-то, не придумано, потому что это все выразительно выглядит. Если вам нравится то, что это выразительно, опять же, напишите в комментарии, и мы это будем воспринимать, как такую важную вещь в изобразительном искусстве, и пользоваться вот этими гаджетами, в общем-то, не боясь быть зазорным, что это может быть зазорным. И уж вот это подтверждение, почему потом такие вот кракозябры в такси делаются, когда закрываемся мы от фотографий, ну, вот так вот прям композиция прям шикарная. Все это вот, ну, по законам жанра, то есть это все распадается в один край, в другой, вот она откидывается. Опять же, это прямая такая вспышка, которая прям ее очень все не любят, а тут она просто изюминка. Из-за нее, в общем-то, все такое графичное, классное и вот натуралистичное. Как комбинезон, ну, или же, может быть, там, сарафанчик платья, мне кажется, что это как-либо какое-то платье джинсовое, написано у центральной героини, которая в центре по кадру. Смотрите, как там прям вот все мазками, мастихином это сделано и пальчики не прописаны. Я вот как раз про то и говорил, что вот как у нашей героини в центре не прописаны пальцы, они такие достаточно мазками намечены. Вот это, в общем-то, классно. Недосказанность такая, в общем-то, и волосы тоже. Ушко угадывается, но оно не прописано. Вот это очень сложно сделать. Ну, вы можете, конечно, сказать, что типа, блин, ну, все равно это мазня, ничего здесь такой ценности нет. Но я просто только с точки зрения того, что я сравниваю разную мазню, и мне просто приходится смотреть. Особенно работа учеников, которые в свят уверены, что у них получилась вот эта мазня, которая прям мазня. И оказывается, что есть ряд моментов, которые делают эту мазню не очень выразительной. Но вот здесь достаточно было только ресничек показать. Посмотрите, центральный герой слева по кадру, видите реснички, то есть такой мазок черненький, как выстрел такой. Блин, ну он же очень-очень мелкий, очень такой тоненький, но насколько он здесь важен. Так же, как, может быть, какие-то там тонкие детальки, которые могут появиться, как вот, например, практически Кока-Кола. Это прописано, да, хотя там Кока-Кола не узнается, не читается, но узнается, вернее, оно не читается именно логотипом, но узнается по ощущениям, что это все-таки какой-то прям вот похоже на Кока-Колу. В любом случае, здесь еще тоже сюжет. Одна там, типа, закидывается, другая сейчас запивает Кока-Колой. Вообще, в принципе, прям 90-е в лучшем проявлении. Мне это нравится. Так, удивительный баланс лаконичности и выразительности. Абсолютно верно. Баланс лаконичности и выразительности, это как раз и есть то самое, за что любят профессиональных художников, которые понимают, где нужно остановиться, где нужно не нажимать, где нужно наоборот. В общем, как говорится, держать себя в руках может только натренированный человек. И поэтому вот этот баланс, он, конечно же, приходит либо с опытом, либо просто врожденный какой-то дар. И вот у Марка это внутри есть всегда вот такой критерий оценки своих работ. И он делает это все, мне кажется, прям четко, как это нужно с точки зрения, наверное, науки, потому что все-таки это можно делать по науке. и где-то действительно останавливаться, когда уже пришло время и завершать работу. Вот вам композиция, не знаю, как называется этот лепестковый лопух, это растение. Но точно знаю, что там пианино, не фортепиано, на заднем плане, у которого клавиши не прорисованы. Но видно, что клавиши были в начале, как я вам, собственно, и рассказывал, и Марк тоже владеет этой техникой, в общем-то, нехитрой. Прорисовать все клавиши, а потом парочку стереть, и будет вам счастье. Вот, собственно, так оно и произошло. Но, опять же, черная такая тень слева по кадру у нас у героини. В общем, все очень так графично. Ну, хорошая, в общем, такая графическая работа, которая меня зацепила, может быть, в большей степени вот этой композиции, что это такой вот лопух на переднем плане. Но вот это мне нравится, то, что это как раз чистая графика, и я просто точно знаю, что есть ряд работ, которые просто не оставляли равнодушными многих диджитальных рисовальщиков, которые работают на вакуумах, работают на компьютерах, фотошопах. Это уже лет 5-10 назад все это было модно. И вот они работают при помощи вот таких вот композиций. когда соединяются вот эти плоскости, и получается такая почти графика. Ну, вот, да, это диджитальное, сделанное в материале. Вполне может так и быть. А это вот такие фотки я делал, когда вот, например, на каком-нибудь мотор-шоу приходишь, фоткаешь все подряд, ну, или какая-нибудь там девушка симпатичная на фоне автомобиля, хоп, делаешь фотографию. Ну, вот здесь Марк пошел ее и написал акрилом у себя в мастерской. Ну, и молодец. Вот пинап чистой воды. Ну, мне кажется, здесь и смысл такой, что это такая должна быть именно отсылка к вот такой культуре. Но настолько не проработано, что мне кажется, что на теле нужно было чуть-чуть еще поработать. Мне так кажется. И было бы замечательно. Но на коленочке есть блик, поэтому все прощаю, идем дальше. Черно-белое? Может быть. Может быть. Особенно, если это, например, ну, какая-то... Вот есть же в ремейке, есть какие-то каверы в музыке, да, там просто, ну, то, что явно, например, фотография есть, а вот это тоже как ремейк или... это, скорее всего, не кавер, это не близко к тесту, это как ремейк. Ну, то есть, это выполнено в материале. И как это здорово смотрится. То есть, мы понимаем, что это вторично, но оно первично по материалам и по подаче, поэтому, мне кажется, окей. На туфлях есть хайлайты, блики? Есть. Все хорошо. На икре есть, как и на коленочке? Есть. Все, прощаем, движемся дальше. Две дамы, которые смотрят в эти штучки обзора, мне кажется, такие вот пятнистые, это прям 60-е года. Ну, да, стилистиками. Я даже понятия не имею, где это и что это. Может быть, это какая-то копия работ. Тем более, что он работал в Лувре и делал копии, поэтому вполне возможно, так как я неуглубленно ознакомлен с творчеством и поверхностно, то, может быть, это как раз и копия работ каких-то художников, которые были сделаны именно в 60-е года. Но, если нет, то это просто стилизация. А он, кстати, в общем-то, крутой перец, если вы думаете, это просто чел, который поднабрался опытом. Он с 90-х годов, с 98-го года работал, их еще называют инструкторами, но то, что я себя называю там типа инструктором, это вот именно то самое. То есть, люди, которые обучают мастерству, и вот он в Академии в Сан-Франциско работал с 98-го года, и где-то там в 2000, я уже забыл, какого-то там плюс-минус год, он стал там директором, директором, главным человеком Сан-Франциско, вот Академии искусств Сан-Франциско, то есть, это просто мега крутой чел, у которого есть чему поучиться, по крайней мере, он знает толк во всем этом деле. Поэтому, вот такие разные работы, и так это все живенько и четенько получается. У него огромный опыт с 98-го года, вы понимаете, это же сколько можно было красок-то, собственно, акрил их извести. Смотрите слева по кадру, снизу у хобота-слоника, есть ли блики на форме? Есть. Как это живо смотрится? Запомнили. Идем дальше. А у чекуль нет лиц. Опять же, хорошо, движемся дальше, все хорошо. А вот это вообще отвал башки, это чисто такая диджитальная тема, ну просто там какая-то, в общем, работа, не пошедшая ритму в дело. Хотя я не знаю, конечно, подноготный, но мне так кажется, просто он взял и переписал сверху, буквально это просто слоем, и вот так получилось. И вообще это какая-то такая тема, у него там проскакивают какие-то просто такие вот азиатские темы, там и какие-то китайцы, корейцы, в общем, здесь вот прям военная подготовка. Девчуля, которая вот на военной подготовке. Очень выразительная, и по цвету такая клевая, такие коричневые, такие таракотовые цвета, это я просто так сейчас сказал, цвет таракотовый, темные, какие-то черные, серые, и синие, вот этот голубенький цвет, тоже клево, с серым переплетается, все вместе. Ну, вот это все у меня ссылает к журналу Америки за 70-е годы. Ну, собственно, то, что у меня вкус сформировался, а там, где мы, откуда мы родом, на чем мы выросли, оттуда, собственно, наш вкус. Вот, собственно, Америка 70-х, 80-х годов, изображение этих школ, колледжей, вот это так оно выглядело, и в таком вот именно цвете, поэтому меня это просто ностальгически цепляет, это все просто как-то восприятие с детства. Тут Америка 70-х, конца 70-х годов, ну, если считать, что я в школу пошел в конце 70-х годов, то, в общем-то, у меня эти первые школьные воспоминания, вот именно такие вот, то есть, вот такая вот Америка в таком цвете, еще бы даже чуть-чуть подкрутить, чтобы она пожелтеевала, и, может быть, это неправильно просто цветокоррекция при сканировании, там, фотографии, но, в общем, это такая вот контрастность, вот так, такое вот впечатление. А это вот прям то, что я вижу сейчас, когда вот сына, вот, например, из школы, когда встречал, в мокрую погоду, вот выходят такие вот девчули и мальчишки, и вот они так вот выглядят, это сейчас уже, то есть, это ремейк на 90-е годы, на конец 80-х, это все очень так, тоже сочно, ярко, и они только сейчас стоят и все, и курят, эти, прости господи, эти пацанчики и девочки, эти креветочки, ну, многие, конечно, уже на вейв перешли, но для меня это просто какой-то нонсенс, это, то есть, я могу признать все что угодно, но это как-то мне сложновато, и вот так вот это все это выглядит, и вот, вот они из школы выходят, и практически рядом со школой стоят, типа, и курят, вообще жесть, а тут сами мне скажите, что это такое, дверь машины, или что это такое красное, я так и не понял, но клевенько, в общем, куда-то она лезет, я там вижу, что у нее нога, вот она там в леггинсах, в кроссовках, вот куда-то она лезет, и вот на мыске кроссовки есть блики, и поэтому здесь все хорошо, все клево, так же как блики на волосах, все там мазками сделано, таким смешем, все четенько, и пальчики, которые просто размыты, ну, не прописаны пальцы, это же насколько мне это радует глаз, собственно, потому что я уже пальцами объелся, а вот такими пальцами, которые вот по-разному все время себя ведут, я вот не, точно, это мусорка, сто процентов, наверное, это мусорка, потому что только в мусорку, так с таким, в общем-то, остервенением можно залезать, или же оттуда вылезать, ну, клево, как вам композиция здесь, так обычно ведут у меня, в общем-то, ребята, напоминаю, что у меня в мастерской от 12 лет, теперь уже понизился порог, люди все разные оказались, и те, которые должны быть старше 14 лет, теперь уже оказываются такими же после 12, то есть, есть такие у нас уже люди, и поэтому у меня порог, в общем, 14-15 лет девчули, которые ходят ко мне заниматься, и в мастерской, как они себя ведут, когда очень усердно чем-то занимаются, через, буквально через полтора часа, срывает крышу, и надо куда-то девать энергию, и начинается просто, если их больше двух человек в одной точке собирается, то происходит, ну, вот такой вот энергетический, энергетическая жесть, и я обычно их отправляю в коридор, бегать туда-сюда, это был первый раз, когда у меня такое получилось, очень смешно, эта дочка, моя очень хорошая знакомая, которая у меня училась, и она просто взрослела, ей было 15 буквально там, плюс-минус лет, может даже 14-15 лет, и просто ей просто невыносимо, куда-то нужно было, она просто цветала, меняла цвета, она начинала потеть, и вдруг ни с того ни с сего, просто у нее организм рос, и она не могла сидеть на месте, ей просто, ну, что-то надо было делать, человеку как-то надо было спасать, я говорю, ну, ты выйди в коридор, и просто пробеги туда и обратно, а это, представьте себе, ну, 15 лет человеку, она выглядит как, ну, уже как 16-17 лет, и она такая с готовностью вышла, и начала бегать туда-сюда, потом пришла абсолютно спокойно, умиротворенно, как, оказывается, это работает, и, в общем, здесь, я думаю, что это тот самый сюжет, когда, в общем, куда-то хочется энергию свою прикладывать, мне кажется, она не то, что там прыгает в скакалку, а это просто она там так кривляется, и с какой любовью написано мусорный контейнер с пакетиком, прям хоп-хоп, и классно, ну, больше всего мне нравится эта печка, русская печка на заднем плане, ну, понятно, что это лифт, но мне кажется, что это хорошо было бы, если это была бы печка в СБ, а, кстати, форма какая смешная, да, прям, ну, мне кажется, что это какая-то азиатская девушка, ну, вот, собственно, здесь тоже, это в спортивном зале происходит дело, также можно было, конечно же, догадаться, но по одежде, что это все-таки азиатская, либо японская, китайская, корейская, неважно, короче говоря, совершенно с недетским орудием на плече, а как это графично выглядит? Акрилом, конечно, это здорово писать, когда все такие графичные, ну, угловатые какие-то поверхности, без паразитных замесов, хотя я в маслом делаю так же, в принципе, мне удается это, в общем-то, не напрягаться, это просто, если с первого раза делается, если потом уже повторно, уже начинается грязь и серость, а вот так, конечно, если нет опыта в масле, то вот акрилом самое оно, ну, вот здесь вообще просто мне нравится, за то, что прокрашено ровно только что, то, что нужно, и все остальное вообще не дорисовано, какие-то просто намеки, ну, мне кажется, вот как из жизни, как мы вот проходим где-то в клубе, в душном, в каком-нибудь, просто таком обыкновенном, где играет музыка, где-то там в коридоре толпятся люди, и ты там протискиваешься, и вот натыкаешься на каких-то людей, вот в этом свете, и какие-то только запоминаешь какие-то вещи, но если это вот сфоткать, это примерно так оно бы и выглядело, а вот теперь, собственно, то, что мне очень нравится, это практически постановка, постановка, я даже не знаю, я просто могу предполагать, ну, выглядит как постановка, то есть это, в общем, как бы из жизни, ну, допустим, что этот сюжет, пришел в голову Марку, ну, где-то подсмотрел, и попросил статистов просто попозировать, ну, натурщицу, и натурщика, и в общем, мы вот увидели, как это все выглядит, как он это все подсветил, может быть, и это сделал, получается очень прям, как в жизни, такое вряд ли могло бы само произойти, хотя, это, если бы такая была бы фотография, то это, конечно, ну, высший пилотаж, ну, классно, все, и как тени легли, и как там стрелочки, и как надпись, очень все здорово, и как голова нашего героя, который держит чекулю, как вот на фоне дома, там все это читается, вот эти серенькие, там, ну, в общем, это классно, но, в любом случае, не обошлось это без того, чтобы и ему попозировали, и, в общем, скорее всего, это либо была фотка из жизни, либо это была из, эмулирована, и вот это вот work in progress, который мы видим, что это все писалось постепенно, видите, как прописано, то есть, так не пишут, когда, например, ну, из головы, там, значит, прописывают всю композицию, накидывают, он практически прорисовывает, как вот есть принцип носик, начал нарисовать, потом глазик, второй глазик, лоб, скулу, и все такое, хоп-хоп-хоп, и получилось, это вообще, это просто специально даже делают, чтобы всех позлить, это совсем, это, во-первых, не так просто, ну, в общем, здесь он это делает не просто из-за того, что вот он хочет всех позлить, а вот, а на самом деле, потому что, посмотрите, видите квадратики, а это и есть то, что просто есть у нас какой-то эскиз, ну, или на самом деле просто фотография, которая просто тупо обведена, и вот она здесь у нас появляется на нашем полотне, то есть, по квадратикам это перенос, есть такой совершенно конкретный, очевидный метод переноса изображения. Ну, то есть, свои же эскизы, которые мы делаем, ну, даже то, что я делаю в фотошопе, это тоже можно перенести по квадратикам. Это просто из-за того, чтобы была точность. И это было здесь необходимо, потому что здесь фотореалистичность, и как будто из жизни это всё взято. И здесь, конечно, вот эти провалы с анатомией, с пропорциями, они здесь просто не нужны, и проще так это и сделать. Так вот, Тагрина пишет, можно так или же нет. Можно абсолютно всё. Даже если вы возьмёте, например, в Procreate, в своём любимом, и положите слой фотографии, как это, собственно, делают уже сейчас прям сплошь и рядом, и по этой фотографии, фотографии, по фотографической карточке, вы возьмёте и кисточкой просто это всё размажете, и приведёте это в состояние иллюстрации, у вас получится как будто бы офигенно сделанная прям фотореалистичная иллюстрация. Это такая вот фотостильная, такая рендер-стайл иллюстрация, но видно, что она нарисована. В ней ценность ровно то, что вы просто это сделали своими руками и говорите, вот я фотографию как проработал и сделал её вот такой вот живой. И всё, вот на этом ценности заканчивается. Но если бы вы эту фотографию положили бы рядом и полностью нарисовали бы от себя, полностью копируя все детальки, пытаясь и пропорции, и всё, ну то есть не подкладывая и не обрисовывая ничего, то тогда это будет сразу же как вот на 70% круче. То есть было, например, ну только 2-3% крутости, ну ладно, 5 за то, что так аккуратненько сделано. Ну 10% так выразительно, от себя ещё там какие-то вещи внесены. Ну хорошо, 7, ну до 10%. Ну это же скучно, а вот сразу сделали от себя, ну криво и, ну похоже, конечно, да, видно, что срисовано, ну в общем-то ещё не умело, но уже 70% выразительности. Так вот, собственно, от этих 70% выразительности дальше уже можно расти дальше и использовать референс, не срисовывая с него. Ну то есть в данном случае для того, чтобы нарисовать чекуль, которая у нас выглядит практически как живой человек на фотографии, да, это можно, в принципе, сделать из головы, ну имея какой-то опыт, к которому нужно прийти. Но у вас нет этого опыта, например, поэтому так можно. И это точно можно в диджитальном творчестве, которое, в общем-то, оно такое голопом по Европе, оно поверхностное, и ничего страшного нет. Это не обучение. Просто когда говорят, что чему ты учишь детей, там, учишь их обрисовывать, срисовывать, нет, я не учу, а подсказываю приём, как сделать так, чтобы, например, фотографию сделать выразительной. Тем более, что это не подсказывает, а это вот уже жизнь подсказывает. И так все делают вокруг. Ничего в этом страшного нет. Это позволяет, ну, например, научить руку быть твёрдой. Ну или же, например, овладеть планшетом и, по крайней мере, понимать, куда в какие менюшки тыкать. Почему бы нет? Чтобы не какие-то абстрактные делать упражнения, а это есть не более чем упражнения. Тем более, что даже в художественных заведениях копируют. Ну, то есть берут работу художника и копируют. Это просто такое даже, ну, упражнение, которое нужно выполнить по программе. Почему бы нет? Чтобы пройти вот эти все стадии. Ну, так что не страшно, что вот здесь это всё обрисовано. И мы же это просто и видим. А, как говорится, натертый глаз, насмотренный глаз художника, натертый как-то не очень хорошо звучит, насмотренный глаз вычленяет там, где использовалось, будем так говорить, материал референсов. А где нет? Ну, всё равно видно же, что это же не срисовано. Ну, попробуйте так вот. Срисуйте, если у вас, например, нет задачи вот именно в Procreate. Это можно сделать, подложить? А в живопись как вы там это подложите? Попробуйте сделать это прям обрисованную фотографию, но только в материале. Ну, и ещё в размере. Мне кажется, что с кондачкой это не получится. А если получилось, это вот те и есть как раз проценты успеха. Вот этот сюжетик, мне кажется, ну, он вообще вечный. Такой утренний, общажный. Вообще, в принципе, если бы мне показали, сказали, что это у нас происходит где-то там в каком-то под Калугой, в каком-то ПТУ, в общаге, в строительном, в общем-то, каком-то заведении. Вполне может быть. Но это вот Америка. Короче говоря, плечо мы видим, как прописано. И в данном случае оно мазками прописано. Оно такое почти учебное-то сделано. И вообще, в принципе, это может быть и учебной работой. Вполне. Ну, или же сделано как-то демонстрационная работа к учебке. Я такие тоже, в принципе, делал, чтобы показать, а как вот тут использовать и сделать это ещё модненько. Ну, грубо говоря, чтобы не париться, например, над какими-то непонятными головами и какими-то просто непонятными дяденьками и тётеньками с натуры рисовать. А почему бы дудя, например, не нарисовать? Я вот делал демонстрашки, показывая, что, чтобы работать со штрихом, можно по любой форме. Абсолютно даже не академично. Потому что дуть не академично. Ну, вот чайничек, как прописан, как у него тут всё блестит и как всё отражается. Вот это гиперреализм? Нет, это всё-таки экспрессионизм с фотоподачей такой, с фотореалистичностью. Тут я не буду комментировать. Заткните уши, закройте глаза, кто, в общем-то, ещё тут не вырос. Хотя всё равно вы будете так делать и это не избежать. Это называется падик в жилёбино. Просто, ну, блин, ну, это же прямо вот узнаётся же, да, вся эта ситуация, как это всё происходит. И главное же, скадрировано ровно так. Я даже не менял тут кадрирование. Так оно, в общем-то, и в жизни и происходит. Так это и воспринимается. А это уже вот такое вот прям вот хипстерское такое. Ну, оно, конечно, тоже сейчас не актуальная тема. Но вот прям с таким вот, с пристрастием это всё закомпоновано. И мне кажется, что всё равно тут всё это очень графично. Но прописано, ну, это, короче, живопись-переживопись. Это вот прям то, что, даже если это называется, в общем-то, такие быстрые рисунки, такие живописные. То есть это быстрая живопись, а это формат этюда. Это не та работа, которая прописывается, что сделается эскиз, а потом прописывается уже в материале на большом формате. Это, скорее всего, и есть законченная такая вещь, которая вот эмоцию какую-то передаёт. Какой-то, ну, это как, собственно, мой селф-портрет, портрет себя, как он называется, автопортрет на фоне Нью-Йорка. Это просто как запоминание какого-то момента. И вот здесь то же самое. Может быть, просто понравилось, запомнил, и особо ни на что не претендовал. А я увидел блики в нужных местах, как прописано коленочки, какой там тон в разных местах. Он не везде одинаковый. И как вот эти деревяшечки на заднем плане, какие они такие, опять же, условно назову их таракотовыми, какие они там сочные, да, вот этот карплачок там лезет. Это всё вкусненько. Ну, в общем, это просто выразительно. А здесь мазня мне выразительна тем, что мазки нет. В общем, фон не полностью прописан, не до конца, вот такими мазками. Всё это переплетается. И я это считываю, как будто бы, например, вот в какое-то время, когда я ещё не совсем окончательно состарился, ещё на тусовочках использовали проектор. Это уже сейчас такое вот в современное время. Просто часто вставили проектор, и на него запускали какую-нибудь всякую фигню. Особенно это фигня с наших тусовок предыдущих. И это то, что проецируется на людей. Ну, это то же самое, как на дискотеке, какие-нибудь там шары вот эти вот дискотечные, которые вот дают вот такую вот игру вот этих теней и света. Ну, собственно, это такой был приём, который, в общем-то, и без допингов делает это всё таким реалистичным. И прям хочется, ну, кайфовать, ничего не делать и общаться с друзьями. Оно всё такое приобретает мэджик. Вот здесь это именно таким стилем, это сделано, может быть, такими мазками, чтобы передать вот это ощущение. Если это было не так, то я это считал лично у меня, такая история, поэтому с вами это поделился. Вот такое вот мерцание. В общем, какое-то как будто бы наркотическое ощущение только без наркотиков. Вот такое бывает иногда, возникает. Именно и в живописи. И не только в живописи, но и в графике тоже. Про сюжеты. Значит, что хотела наша героиня этим, собственно, показать нам? Что она умеет принимать такие вот причудливые формы из себя изображать. Ну, и, собственно, это сфотографировано. Я уже теперь не могу как-то по-другому это дело обсуждать. Сфотографировано так, что чья-то рука на переднем плане оказалась. И это так мило, и это так, в общем-то, уместно, что здесь как будто в кадр рука попала, и она так перекрывает. Ну, в общем, как-то нелепо она закадрировалась. И это хорошо, и пусть так и будет. И пальцы не прописаны. Отлично. На коленке, на лодыжке есть блики. Отлично. Супер. И что ж, очень графично. Опять же, акрилом это позволяет материал делать такие вот на заднем плане окошки, которые графичные, да? Вот там черные на белом, белые на черном. И ничего не перемешивается. И мне прям нравится. И опять же, это все как-то очень живенько. Ну, и смешно, и непринужденно, и прикольно. Вот там у нее кожаная куртка, и там какая-то рубашка, все это, в общем, нелепо, смешно. И вот дети мои подрастают, и что им придется вытворять? Я уже прекрасно себя понимаю. Марк посещает эти тусы. На самом деле, вот Аня пишет, что Марк, видно, часто посещает такие тусы. Это, на самом деле, очень сильно обманчиво, потому что, по крайней мере, это просто видеть это все и, ну, как бы, этому всему, ну, не то чтобы поощрять, а это все, как бы, переживать. Внутри не обязательно, что он мог это посещать, но он взрослый такой же, как и я, поэтому он это посещал в 90-х годах. Поэтому, скорее всего, то, что он сейчас это пишет, это современные ребята. Ну, и не вряд ли он со своими детьми пошел. Я вот, например, был бы с удовольствием с дочкой пойти на дискотеку, как и все отцы в свое время, все бы мечтали. И клятву давали, да я буду в стороне стоять, да меня никто не увидит, да я вообще просто буду, да я вообще буду самым модным. И прямо буду, как будто твой, прям просто бойфренд. Хочешь я там, ну, просто знакомый, там, из тусовки. Это самое страшное, что для дочки может быть, потому что, блин, пусть он только не отсвечивает. Но вот здесь он вряд ли, конечно, тусовал с ними. Я просто думаю, что он каким-то образом просто это подсматривал, видел где-то и воспроизводил. Ну, вот так это все активно, ярко, мощно. Ну, давайте посмотрим уже так, с таким беспристрастным взглядом, вот эти вот сюжетики. Ну, короче говоря, вот эти чупа-чупсы. А это вообще зеленые, зеленой краской покрашенные дома. Ну, все очень такое узнаваемое, да, в тележке. И сюжеты, и прям дом, прям советский. Ну, так пастельно, даже иногда очень так все оляписто. Ну, в общем, а это вот проамериканская такая тема. Это прямо вот все, также тут пинап-культурка, и все такие плашечки, все очень так аккуратненько. Опять же, с оружием. Ну, в общем, в любом случае, вот практически в таком стиле полно у него работ. И, в общем, я, конечно, выбрал, не, может быть, не все самые яркие, но какую-то часть. И вот вам показал, в каком виде может быть искусство, живописи при помощи широких кистей и мазков. Ну, если вам понравилось, я очень рад. У меня появились донатики, их можно по ссылочке в, в общем-то, в описании увидеть там ссылочку. Теперь можно делать донатики. Ну, сейчас они не сколько актуальны, сколько на мастер-классах, на открытых стримах, где мы будем рисовать. Так что имейте в виду. Кто первый раз увидел, что здесь происходит всякая движуха, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы знать, когда будут анонсы других выпусков, не менее, может быть, интересных художников. Мы посмотрим. А в следующий раз мы встретимся в среду, и у нас будет предметный разговор. Мы будем рисовать на планшете предметы, которые нас окружают. Делать это выразительно, быстро и легко. Спасибо вам за участие. До свидания. До скорых встреч. Творческих успехов. Пока.